Всем привет, вы на канале BataNIT и с вами Саня. Почему-то особо никто не заметил, и даже я, но 17 января 2022 года ChendaChap обновил свой эксплойт ядра для прошивки 9.0 на PS4. Так как я против пиратства, то ссылочки не оставлю, но при желании найти не проблема. Это видео просто новостной выпуск. Вот старая версия, они же новые. ChendaChap явно относится с юмором к своему обновлению, назвав его, как это вообще когда-либо работало. Чтобы обновиться на новую версию, надо скачать новый образ с приставкой Pico и перепрошить вашу загрузочную флешку. Ниже вы можете увидеть список изменений, их достаточно много. Я не сильно шарю за англоязычную программную терминологию, но попробовал сделать для вас перевод. Если в комментариях есть эксперты, то можете написать где я ошибся. На этапе монтажа в комментариях эксперт написал грамотный перевод с пояснениями. Он сейчас на ваших экранах. Отличий от моего варианта много. Спасибо за грамотный перевод. Можете почитать его на паузе и сравнить с моим. Почитав все это, становится понятно, почему он так назвал это обновление. Важно! ChendaChap пишет, что массовых тестов не было и все может стать работать только хуже. Используйте его на свой страх и риск. Но мне не привыкать рисковать консолью, поэтому я уже перепрошил свою флешку и приступаю к тестам. Во вкладке сообщества многие писали, что ждут обновления, в котором флешка будет не нужна. Не ждите, его не будет. Флешка нужна, пока не будет найдена другая уязвимость ядра. Та, что есть сейчас, основана на эксплойте файловой системы EXFAT. И для ее реализации нужен носитель, который будет отправлять ее именно через USB-порт. К моему большому удивлению, активация произошла за 53 секунды вместо 42 секунды, которые были при первых тестах. Хотя это больше связано с хостом, потому что с частью активации, где нужна флешка, тайминги остались те же. Честно говоря не знаю, как тестировать стабильность на стабильном эксплойте. Вот же времена настали, на 7.55 была такая же проблема, но наоборот. Там не мог тестировать рандомную нестабильность. Чисто для галочки сделал несколько прогонов активации с новым образом. Глюков, зависаний и тем более ребутов не было. Но делать выводы рано. Нужно позапускать его хотя бы 20-30 раз, чтобы сделать промежуточные выводы. В любом случае радует, что Чендо Чап не забросил свой эксплойт и выпустил апдейт. Вот мой инстаграм, я его использую для связей и отвечаю на сообщения. Если есть желание сделать вклад в покупку PS5, то ссылки на донаты и патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.